Друзья, всем привет! Это канал Фабрика Новин. Ставьте лайк, подписывайтесь. Я Анастасия Фадор и сегодня с нами Дмитрий Иванов, Камикадзе, российский блогер Дмитрий. Здравствуйте! Добрый день, Анастасия! Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что согласились также. Что ж, начнем с рабочей поездки Путина, потому что сейчас он все реже выходит из бункера и за этим следят, куда он едет, что говорит. В общем, видели поездку в Лануде, столица и крупнейший город Республики Бурятия. Местные жители уже описали в пабликах, как вокруг завода, куда ехал Путин, исчезли бомжи и алкаши. Говорят, что их вывозли. Перед визитом Путина в городе обновили дорожную разметку, покрасили остановки, правда, только с лицевой стороны. Приехал Путин на авиазавод и пишет СМИ, что мало того, что сотрудников не отпустили на обед, так еще и попросили двигаться без резких движений. Как думаете, это настолько Путин сегодня чувствует, не чувствует себя в безопасности и насколько боится и чего боится Путин? Простого рабочего теперь даже? Путин всегда боялся не только простого рабочего, но и даже Золотова, даже Шойгу. Мы помним этот стол длиннющий. Все это неспроста. И встречи Путина с одними и теми же ФСОшниками под видом мирного населения России тоже неспроста. Паранойя у Путина такая, что позавидуют Гитлер, Сталин. Потому что что Гитлер, что Сталин встречались с людьми, действительно выходили, ну, от определенного момента. Потом, конечно, там мрак тоже постиг их головы. Я сейчас не в вопросе геноцида населения, а просто в плане личной безопасности. Путин не осознает, что большинство населения России смотрит ему в рот с придыханием, фанатеет от него. Но меры предосторожности, конечно, они будут только усиливать. Потому что тоталитаризм, он и культом личности подкрепляется. А что такое культ личности? Это недосягаемость вождя, это его божественность, это невозможность общаться с ним на равных. Почему Путин никогда не участвовал в дебатах, когда были выборы? Понятно, что это никакие не выборы, но все равно. Потому что ему нельзя спускаться на один уровень с другими политиками. Потому и пропагандистскую цель, вот подобная безопасность в кавычках, тоже имеет, естественно. Чтобы очередной раз подемонстрировать, Путин силен, Путин уверен, Путину есть как защитить себя, а значит и защитить Россию. Уже давно Путин равно Россия в головах у россиян. Все, что за решение принимает Путин, они поддерживают. Потому и показать якобы безопасность Путина важны с точки зрения демонстрации силы. Интересно, что он уехал в Бурятию, потому что она оказалась в числе пяти наименее благополучных регионов России в рейтинге качества жизни за прошлый год. Вместе с тем, там Путин говорит о том, что Россия сейчас борется за существование своей государственности. Это задача выживания, говорит Путин. А разве выживать это что-то новое для россиян в глубинке? Ведь даже там на этой встрече его спросили, почему многие регионы еще без газа? Он говорит, мол, ну трубу долго тащить далеко. Как россияне воспринимают? Еще верят? Еще воспринимают как царя, как божество? Когда если уже на таких встречах дают прямые вопросы, почему люди без газа? Так и раньше задавали вопросы, почему дорог нет, почему газа нет, почему мы возим газ на буранах, в баллонах, почему у нас на дрова даже денег не хватает. Путин на все это отбрехивается, отбрехался и в Бурятии, и в Улан-Удэ. Вы начали свой рассказ с того, что сказали, что это крупный город, столица Бурятии. Так вот, я был в этом крупном городе, это такая дыра. Я думаю, что практически любая деревня в Украине выглядит куда представительнее, чем столица Бурятии. Вот что я точно ищу. И даже во время войны. Забыл подчеркнуть. Потому что Улан-Удэ разваливается на глазах. Это отметка на асфальте, этот авиазавод, это просто название. Точно так же, как и фасады, которые обновили. Ничего на самом деле не будет развиваться, и государственность тем более укрепляться не будет. Знаете, почему? Потому что регионы ненавидят Москву, регионы не хотят платить дань Москве по принципу Орды. И непонятно для меня лично, на чем держится до сих пор вот эта псевдогосударственность. Потому что если убрать эту идиотскую налоговую систему российскую, то возможно, да, в регионах будет что-то развиваться. Но это чисто теоретические рассуждения, они сейчас ничего кроме «если б да кабы» не имеют роли. Но платить дань Москве, чтобы она потом перераспределяла это Кадырову, или в Крым отправляли. А в Крыму, сами понимаете, черная дыра, никакие компании там не работают, и что-то сделать там невозможно во время русской оккупации. Потому что Путин ровно то, чего боится, о том и говорил, это редко, но метко. Он боится того, что Россия развалится. Эта тема в последнее время очень активно поднимается, обсуждается. Они говорят уже, вы не за Путина выходите, вы за Россию выходите. Мулька была еще 2-3 месяца назад у Соловьева. То есть они такие уже рубежи устанавливают, уже не отождествляют пропагандисты Путина с победой. Они говорят, Россию потеряем, если проиграем. И это есть... Да, 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 я хотел еще добавить, что для них как палочка-выручалочка, когда речь заходит о проигрыше Украине. А очевидно, что российская армия проигрывает, теряет тысячами каждый день солдат, технику, пачками. И на этом фоне надо как-то объяснить россиянам, что мы все равно победим, даже если проиграем. Хотя уже проиграли, и уже все эти безымянные могилы об этом орут безмолвно. Но все равно мы победили, потому что какие-то великие цели были достигнуты. Уже стелят. Тема распада, да, она обсуждается, потому что было заявление даже Алексея Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он сказал, что процесс распада России уже запущен, и остановить его невозможно. Также он сказал, что в Кремле уже обсуждают перенос столицы из Москвы в глубь страны. На это, конечно же, отреагировал Песков. Он сказал, что все это ерунда, что, мол, ничего не говорят ни о чем, никакую столицу переносить не будут. Но все же, а почему бы и нет? Может быть, если бы переносли страницу где-то в глубь, может быть, и газ появился везде, может быть, и людям лучше стало жить. Реально могут такое обсуждать в России? Анастасия, я когда еще жил с мыслью, что у России великое будущее, перспективы какие-то, когда я не называл еще Россию государственным террористом, у меня была теория, что столицу надо переносить каждые 5-7 лет. Вот как у нас там Думу, президента, типа, меняют каждые 5-6 лет, так надо и столицу менять каждые 5-7 лет, чтобы туда приезжали чиновники, депутаты, чтобы вместе с ними привозились бы капиталы, все эти высокие показатели по хотя бы оплате труда, потому что понятно, что их персонал получает много денег. По поводу переноса столицы, я считаю, что это какая-то шутка, естественно, никуда ничего не будут переносить, у Путина бункер не в Сибири, и уж если и переносить, то куда-то там на Алтай, там у Путина известные базы, в том числе для того, чтобы с мальчиками развлекаться маленькими. Столица переноситься не будет, это не знаю, чем руководствовался господин Данилов когда-то пошутил, но распад России, естественно, определен, и Калининградская область в числе первых, этого очень сильно боятся в Кремле, именно поэтому усиливают военное присутствие в Калининградской области. Уже много материалов в интернете про то, что туда стягивают технику. Интересно, и, наверное, военных или как, потому что мы понимаем, что сейчас россиянам не очень хватает на поле боя военных, они сейчас пытаются собрать разных людей, даже, говорят, уже женщин, зэков также собирают, а вот если обороняться в России, где силы на это брать, кто пойдет, где эти люди? Может, если силовики какие-то будут? Ну, естественно, они сейчас придерживают лучших бойцов, все частные армии, что Кадырова, что Газпрома, что Ростеха, что Роснефти, что у Путина, естественно, это Росгвардия, там же есть элитные бойцы, которые реально прошли через горячие точки и понимают, что и как делать, а те, кого отправляют в Украину, это пушечное мясо, просто чтобы прикрывать артиллерийские обстрелы городов. Это не война, в очередной раз объясню, хотя кому я объясню, а не вам точно. Это просто обстрел мирного населения. Здесь не надо быть каким-то великим специалистом и проходить горячие точки. Да. Пока Путин ездит своими визитами, пытается что-то показать, рассказать людям, говорят, что Пригожин может попытаться трансформировать человека Вагнера в политическую структуру после битвы за Бахмут. Пишет New York Times такое. Насколько Пригожин сегодня опасен для Путина? Видели мы уже эти все разговоры, что пропуска забрали, не дают мне зайти куда-то в кабинет, попросить боеприпасы, как раньше. Что там с Пригожиным? Реально он будет идти в политику? Нет, Пригожин пытается переманить на свою сторону тех, кто не считает достаточно агрессивными действиями Минобороны. Разделяют и властвуют. Естественно, что на Пригожина, что на Шойгу, что на любого другого чиновника или какого-то более-менее влиятельного человека в России есть папка. Толстенная папка с уголовными делами. И на Евгения Пригожина там такие пестрые статьи. Он прекрасно знает, что по щелчку из Кремля его закроют. Как информационно, так и физически. Поэтому, естественно, он не претендует на место Путина. Я думаю, что они прощупывают почву, как это делалось, помните, в «Игре престолов», когда Серсея хотела проверить, кто сливает информацию. Она вбросила откровенную галимую ложь. Ой, не Серсея, а Тирион Лайместер. Хотел проверить. Она вбросила ложь трем советникам. Он вбросил ложь. И вот от кого узнала эта Серсея, тот и предатель. То есть здесь примерно то же самое. Кто сейчас побежит к Пригожину о чем-то договариваться, говорить, что Минобороны не такие, как на самом деле, он покивает головой, а потом по своему какому-нибудь каналу выделенной связи позвонит, куда надо, и скажет, а вот там неблагонадежные. Не забывайте, что в России все пишут доносы. Это культурная традиция. От мам каких-то девочек, восьмилетних, у меня будет завтра в ролике, до Евгения Пригожина. Да, я видела новость, написали на девочку, которая порвала флаг России и показала флаг Украины на видео, написали донос. Мне страшно представить, что может быть с этой девочкой, потому что судить детей точно нет. Может, родителей, как эта вся история закончится, реально интересно. Вполне вероятно, что они могут лишить родительских прав родителей этой девочки. Сказать, что она растет в среде преступной, в которой пропагандируются ценности типа украинского флага и ненависти к российской тряпке, это же недопустимо. Россия уж, кто у нас непогрешимая страна, и рвать тряпку нельзя. Ну что вы? Пригожина, я бы еще вернулась. Мы понимаем, что Вагнер всегда что-то принимает. Даже вот была новость, что зэк Вагнер взвернулся с войны, и в первые выходные он умер от перегазировки наркотиками. А что принимает Пригожин, когда он заявляет о том, что он хочет идти в президенты Украины? Как думаете? Я думаю, что у Пригожина нет необходимости что-то принимать, потому что там в голове... Ну, начало его карьеры, вы, может быть, читали, какие уголовные преступления совершал Пригожин. То есть там башню снесло уже очень давно. Для него ценность частной собственности, ценность человеческой жизни, ценность жизни народа, культуры. Все это давно улетело, испарилось. И все, что его волнует, это кураж. Жить на кураже. Ему кажется, что сейчас он оседлал этот кураж. Но я уверен, армия Украины и ему объяснит, что это всего лишь иллюзия. Такая же иллюзия, как и накрутки просмотров на материалах от Пригожина его фабрикой ботов из Питера. Интересно. Еще один персонаж, которого сейчас очень много почему-то. 20-летняя дочь Кадырова будет курировать систему здравоохранения Чечни, пишут российские СМИ. Мы видели сына Кадырова с Путиным, потом сам Кадыров пришел на покой к Путину. Но как-то много Кадырова в последнее время. А почему? Потому что Кадыров предан Путина. Путин хочет показать лояльных к себе. И эта повестка дня усиливается тем, что у Кадырова же точно так же, как Путин Россию управляет, так Кадыров управляет Чечнёй. То есть никак. Поставить везде своих людей проверенных. Только у Путина они проверены за счет папки с уголовными делами, а у Кадырова они проверены, потому что это члены его семьи, он им доверяет. Ну, я надеюсь, что он здесь просчитался. Но обратите внимание, он же не министром ее назначил, а куратором. Что это такое, куратор? Курируешь? Это какое-то неуважение к собственной дочери. Я вот помню, что он назначал племянника мэром какого-то там своего двоюродного. Вот это поинтереснее. Ну, в общем, отношение к женщинам опять у Кадырова, как и в России. Опять же, вот ты куратор будешь. Хотя это его дочь, и он мог бы доверить и министерство. Понятно, что там развалится, что при дочери, что при сыне, что при любом каком-нибудь даудове. Потому что финансовые потоки и реализация всех проектов нацелены не на результат, а на освоение бабла. Кстати, об отношении к женщинам. Там Володина призвала депутатов Госдумы подать пример россиянам и больше рожать. Это теперь так вот женщина воспринимается в России? Только такая, которая рожает, и все, больше ничего не может? Возможно, Володине говорит его сексуальное предпочтение. Женщину он, наверное, презирает. Но то, что бабы еще нарожают, это уже от шуток перешло просто к реальности в России. По-другому не воспринимается женщина. Да. И мужчины это знают прекрасно. Поэтому, когда у них в семье конфликты, ссоры, они с удовольствием уезжают на этот геноцид. Потому что думают, что останутся героями в глазах своей жены, хотя они там ссорились, он ее лупцевал позавчера, а сегодня он уже герой. Естественно, жена сделает вид, что переживает, а просто будет ждать какого-нибудь профессионала-иностранца, приехавшего, который не бухает, который трудолюбивый, который, извините, и сексом с ней будет регулярно заниматься. А вот этот русский Ванька, он будет валяться в черноземье. И даже если он будет возвращаться обратно, они отрекутся от него. Как мы это слышали на этих интервью, что типа мне не нужно, чтобы ты приезжал, не надо. Нам компенсацию уже в процессе, хотя там компенсацию уже мельчает и мельчает, но все равно. Об этом живом мясе, которое постоянно нужно для Путина, для армии, пишет русская служба радиосвобода, что с 1 апреля Минобороны РФ начнет новый набор контрактников в российскую армию в планах, пополнить войска на 400 тысяч новобранцев. Кто пойдет? За какие деньги? Реально еще возможно после года полномасштабной войны набирать людей? Каким образом их будут туда призывать? Каким образом их будут пугать, заставлять? Что это будет? И пугать, и заставлять, и брать на славу. Ну это пугать и заставлять, да, говорить, что все пошли, а ты что самый умный? Почему за тебя должны другие гибнуть? Эту мульку первый пропихнул Евгений Пригожин. Сказал, почему вот эти ребята умирают, а эти ребята сидят дома и ходят по клубам. То есть они, естественно, будут делать повесткой дня службу в русской армии. По поводу денег, по поводу выплат, это все, конечно, болтовня. Потому что суммы мельчают, уже никаких белых лад калин нет. Уже пошли мешки с пелеменями, извините, пакеты с пелеменями. Для мешка это маловато. Пошли какие-то мешки с картошкой. То, что завалялось прошлогоднего, раздают. И, конечно, какие-то миллионные компенсации или статысячные зарплаты. Это можно написать на бумаге, и договор будет подписан. Но даже если он останется трехсотом и не помрет, никто ему эти деньги не даст. Он их будет постоянно выпрашивать, он будет ходить по судам, он будет записывать видеообращения, он будет обращаться к каким-то журналистам, которые сочувствуют нашим мальчикам. И они будут говорить, как же так, обманули, не заплатили, а он потерял ноги за Россиюшку. Хотя он не за Россиюшку потерял ноги, а потому что он полез на территорию Украины, его туда не приглашали. Вот единственная причина. С оружием полез в Украину, вот и потерял. Так что не будет никаких пряников, это будет только кнут. Кнут, которым погонят безмолвных рабов на геноцид. Да, у Путина запас этих рабов огромный. Поэтому за 160 тысяч сейчас двухсотых показатели Генштаба Украины, по-моему, даже больше, я смотрел не вчера, а позавчера. И число будет только расти, и Путин для этого сделает все возможное. Об амбициях Путина журналисты сейчас показали разработанный Кремлем план по превращению Молдовы в саталит Москвы. Мы видели, что готовятся провокации. Ранее была информация о том, что Беларусь хочет себе присвоить Путину. У него там тоже планы есть до 30-го года, он в Беларуси не спешит, потому что там как бы Лукашенко полностью управляемый. А об амбициях Путина на самом деле, он до сих пор думает, что он может воссоединить СССР, он может еще какие-то земли собрать. Неужели война в Украине не дала ему понять, что дальше уже некуда идти, что дальше уже не будет? Путин отказывается это принимать, хотя я думаю, что он догадывается. Здесь даже при всем количестве веществ, при всем стертом восприятии эмоциональном, для него человеческая жизнь ничего не значит еще больше, чем для многих россиян, он все равно понимает. Потому что, как же, Киев за три дня был заявлен и где? Нет никакого Киева за три дня, сейчас шутят, за три дня и три года. И даже за три дня и три года не будет никакого Киева, России не будет скорее за ближайший 2023 год. А по поводу амбиции Путина, он же считает себя даже не собирателем СССР, а борцом с системой США, которая выстроилась, которые выстроили сейчас шарик, как крутится у нас на планете, вернее сама планета Земля. Это в основном США и Китай определяют транснациональные корпорации, все вот это. Мы это поняли после пандемии, когда просела экономика в куча стран из-за того, что Китай не смог наладить поставки каких-то грузов, товаров. Ну, в общем, подвязано на США и на Китай экономики всех стран. А то, что Путин именно после пандемии решил полномасштабно напасть на территорию Украины, доказывает, он понимает ничтожность России. Он готов только пока в ослабленном состоянии находится мир покусывать Украину. Он же рассчитывал, что мир отвернется, он рассчитывал, что мир устанет, что мир скажет, а, нам хватило эпидемии, давайте отдадим ему Украину, не будем никак помогать. Но так не произошло, мир напрягся, затянул пояса и после эпидемии еще вот это. Ну, естественно, на фоне эпидемии для мировой экономики война в Украине не представляет таких угроз. Я сейчас не про гуманитарную катастрофу, связанную с гибелью людей, я сейчас именно про экономические последствия. И Путин это тоже осознает, он осознает мелочность, ничтожность. Они именно потому постоянно и подчеркивают СМИ, что кто-то отреагировал на Путина, кто-то заявил что-то про Россию. Это означает, посмотрите, с нами общаются, с нами хотят вести диалог, хотя диалог не ведут, уже просто смотрят на это в вольер, тыкают палкой иногда, когда хотят подразнить и говорят, вот, Путин, Путин. И россияне, а еще здесь, конечно, когда мы говорим про амбиции, важно понимать, у Путина главная амбиция сохранить жизнь. Вот у него в приоритете, что бы он там ни болтал про величие, про какие-то геополитические цели, он просто трус из-под воротни, который хочет сохранить свою жизнь. Возвращаясь к поездке в Улан-Удэ и этому столу длиннющему, ему главное сохранить жизнь, ему главное просто дальше жить. Он не готов с собой пожертвовать ради чего-то. Это не Гитлер. Это даже не пародия на Гитлера. Ну, с вами, например, проконтисты, которые говорят все, что нужно Кремлю, они полностью контролируемые, мы это понимаем, но в каких, может, условиях могли бы выйти тот же Соловьев, Скобеева из-под контроля Кремля? Может ли такое быть? Потому что иногда в их риторике, в их спикерах на шоу, они оговариваются, что все не так хорошо. Они понимают, наверное, где-то глубоко в душе, может, но понятно, что говорят то, что нужно, то, что написано. Могли бы выйти из-под контроля в каких условиях? Нет, они ни в коем случае не выйдут из-под контроля. Там схвачено не только по папкам с уголовными делами, но и просто на собственности. Плюс известны все данные об их семьях, об их детях. Они прекрасно понимают, что бывает с предателями. У них всегда огромное количество за последними выпавших из окон в России каких-то нефтегазовых дельцов. Нам напоминает, что не надо жмотиться, если Сечин хочет забрать у тебя твою газовую нефтяную компанию, отдавай. Если какая-нибудь башнефть мешает Сечину рубить бабло, а сейчас рубить бабло потяжелее стало, то значит полетает вице-президент. А если не поймет, то и председатель правления полетает из окна. Схемы не новые, они еще в КГБ реализовывались. По поводу этих... На что обратить внимание, Анастасия, лучше здесь, когда мы говорим? Ну вот на Соловьева, Скобееву, ну Соловьеву больше всего сейчас. А какие заявления я имею в виду? Потому что то, что они стерят к проигрушу России, мы уже обсуждали. Да, вот например, ну да, они вот в общем вокруг этого все идет. А вот когда говорят, что уже сомневаются некоторые эксперты, кажется, в Соловьеву студии, он сказал один такой себе эксперт, что а мы теперь обороняемся, мы не воюем, потому что против нас НАТО. То есть они уже допускают то, что Россия не может наступать и завоевывать больше территорий, а теперь только обороняются. То есть они готовы таким образом может и население заодно, что если Россия отступит от территории, которые захватила, то это тоже будет победа, потому что против России весь мир получается. Да, именно это они проталкивают, это абсолютно парадигма Кремля, естественно. Потому что Путин не питает иллюзий. Он хоть и раздувает щеки, но цифры упрямая вещь, и как бы там не замалчивали о реальных потерях информацию, он же видит, что не продвигается. Ему не могут показать, что на карте вот сейчас здесь русские захватили то-то, то-то, взяли Киев. Этого же нет, потому что если бы взяли Киев, то не встречался бы Зеленский с Байденом, и его бы не воспринимали как президента Украины. Путин это все осознает даже при бегстве в своем от реальности. А создать иллюзию, что Россиюшка победила все равно, и отступление, и бегство, извините, это великое стратегическое отступление, чтобы потом переиграть и уничтожить. Ну, это разговоры для россиян, которые поведутся, потому что они отказываются принимать поражение России. Россия же в их лживой пропаганде никогда не проигрывала, хотя не с честь количества воин, бездарно, позорно проигранных Россией и ее историческими предшественниками. Российская империя, СССР. Не с честь. Причем, что мощь СССР военная была значимее, чем страны, с которыми она воевала. Что ж, нам главное, чтобы мы победили, и пусть готовят население, нам все равно, что говорят на самом деле пропагандистам, пусть готовят население к поражению. Мы не против, в общем, нам делать свое. Нам главное, чтобы наша земля была нашей границей 91-го года, о чем не раз говорил президент Зеленский. Главные помощи с поля боевых действий, естественно. Вот как там стрелочки, что там Генштаб Украины показал, где продвинулись, это самое главное. Вам буду говорить спасибо за вашу позицию, за ваше понимание всего, что происходит в Украине. Спасибо, Анастасия. Можно я добавлю про свои каналы? К сожалению, пока не восстановлены мои каналы на Ютьюбе, но я регулярно два раза в день видео публикую. Пожалуйста, смотрите мой телеграм-канал. Попрошу Анастасию оставить его в описании. Спасибо за поддержку. Обязательно. Напомню, что Россия борется с людьми, которые говорят иначе, которые думают иначе, поэтому закрыли канал Ютуба, это Микадзе Дин, но все же мы будем давать возможность услышать правду и правду из уст людей, которые это хорошо знают и понимают. Спасибо вам большое. Спасибо, Анастасия. Друзья, я же находаю вам на фабрицы новин, також ставьте лайк, подписывайтесь, и ваши комментарии мы також чекаем под этим видео. Бережите себя каждый. Спасибо, Анастасия.